Добрый день, дорогие друзья! Давно меня не было видно и слышно. Знаете почему? Потому что у нас здесь в Израиле обстановочка, мягко говоря, не по кайфу. А конкретно нас уже практически неделю обстреливают. И сегодня в своем влоге я вам расскажу и постараюсь даже описать эти невероятные эмоции. И что я думаю по этому поводу? Сегодня у нас воскресенье, 16 мая. И бодро и довольная я иду от доктора. Потому что, в принципе, справиться с этим ужасом, который происходит у меня внутри, я сама не могу. И муж, вот он, где мой муж? Он меня просто взял за руку и привел к доктору, чтобы она мне выписала успокоительный. Сейчас мы идем купить успокоительный. Потом мы едем домой, собираем свои манатки и переезжаем в другой город к подруге, у которой дома есть, как это называется, бомбоубежище. Вот. Взяли Нюсю. Там где-то истерит котейка. И переезжаем в Мадиин. У нас там подруга. В Мадиине более не менее спокойно, хотя позапрошлую ночь его тоже бомбили. Но у нее есть дома бомбоубежище. И это хоть как-то успокаивает. Потому что у нас в доме, у нас дом как спичечная коробочка. Я так это называю. Двухэтажная квартира под крышей. И вот эти ночи, весна под свистом, они, честно говоря, уже... Их уже переносить просто невозможно. На самом деле, я даже не ожидала... Ну, эльфи, сейчас приедем. Я даже не ожидала, что такое может быть. И друзья, которые здесь много лет живут, они говорят, ничего страшного. Съезд справа. Прозвенит сирена. Потом вы усложите хлопок. И, скорее всего, собьют эту одну ракету. И можно дальше идти по своим делам. Как это было в первый день? В первый день это было просто... Через четыре дня. Непередаваемо. Потому что бомбить начали в девять вечера. Я еле успела закрыть окна. Мы выбежали в подъезд, который на самом деле вообще никак, никого ни от чего не защищает. Потому что в нем окно. В подъезде были еще люди, которые с улицы забежали. Соседка. Бомбили так. Держитесь. Что я думала, что я уже, в принципе, не выживу. Потом все успокоилось на какое-то время. Мы расслабились. Решили, что все уже хорошо. Но не тут все было. Обстрел был всю ночь до пяти утра. Мы спрятались у соседей в подвале. Мы успели добежать к ним. Они через дорогу живут. У них подвал. Мамат. И мы сидели всю ночь и слушали то, что происходит у нас над головой. Пришлось немножко выпить. Держитесь. Может быть, даже это было не немножко. Но нервная система, оказывается, дает сбой очень быстро. Так что с 11 мая, или с 10 мая, это 10 мая было. С 10 мая. Сегодня 16 мая. У нас жизнь под фейерверками. Сегодня ночью было то же самое. И утром, рано утром, меня муж записал к врачу. Мы быстро поехали к врачу. Я объяснила ситуацию, что я не справляюсь. Мне выписали успокоительные. Я, в принципе, сейчас под ними. Когда я покупала в аптеке, аптеку мы тоже, кстати, долго сегодня искали, почему-то в такие критические дни все аптеки закрыты. И мы нашли аптеку, и продавец мне сказал, что теперь я буду жить радостной жизнью. Он говорит, я постоянно на этих таблетках. Вот такие реалии Израиля. С этой стороны мы его еще не знали. И то, что происходит сейчас, и как это было, не было, в принципе, никогда. Потому что ракеты долетали до Тель-Авива, до пятак тыквы. И это совершенно неприкольно. И самое ужасное, что вообще нет понимания, когда это закончится. Опять же, местные, наши друзья, которые много здесь лет живут, они говорят, что все нормально. У них, наверное, железные нервы, либо у них очень сильные таблетки. Я так думаю, потому что наш друг вчера пошел гулять с собакой во время обстрела. В час ночи он, говорит, стоял под деревом и любовался, как сбивает железный купол ракеты. Я такое смотреть не хочу. И я даже не намерена больше это слышать. Это... Ну, это нереально. Поэтому вот мы забрали всю компашку. Эльф, конечно, возмущен. Он критически не любит никуда ехать в этой клетке. Он, наверное, думает, что к врачу. Ну... Не плачь, Эльфисочка. Сейчас я вам его покажу. Это Нюсенька. Нюсенька немножко растерянной. Но, в принципе, переносит это более-менее спокойно. А вот Эльф. У него небольшая паника. Прибыл. Первый прибыл. Мы заехали, разобрали вещи. И я с ужасом обнаружила, что для Найки я не взяла вообще ничего. Ни грамма еды. Я взяла для кота. Я взяла все миски. Но собака имеет шанс остаться голодной. Поэтому мы сейчас идем в зоомагазин. Он где-то здесь должен быть. срочно покупать нюсеньку еду. Сейчас я вам покажу Мадиин. Так, где-то здесь должен быть зоомагазин. Вот в этом доме мы живем. Тут нашего балкончика не видно. Вот такой город Мадиин. Найки спасен. Корм для него закуплен. Правда, не знаю, что за корм. Такой, как он обычно ест, здесь нет. Но какой-то вроде неплохой стопроцентная курица. Посмотрим. Честно говоря, он третий день уже практически ничего не ест. Так, буквально чуть-чуть, как воробушек. Мне кажется, что он тоже на стрессе. Сейчас мы еще кофе купим, потому что Масахана мне. Кофе мы ходим, изучаем Мадиин. Значит, план таков. Суперсаль закрыт. Может быть, оттуда зайти. Ну ничего, мы гуляем, настроение радостное. План таков. Мы тут будем жить, пока все это не закончится. Потому что здесь в любом случае Наташа не смотрит мои видео. И Наташа просто еще не знает, что нам уже здесь нравится. Здесь очень симпатичная архитектура. Рядом прекрасные магазинчики. Только что был обнаружен пивной магазинчик со всевозможными закусками. Вообще тут все хорошо. Все прекрасно. Вот. И мы пока здесь гуляем. Вот такое место с магазинами, с кафе. у нас уже появилась невеста. Или это не невеста. В общем, такая красотка. обнаружена вот такая симпатичная полянка. И завтра мы выйдем и будем лежать на этой полянке. В принципе, можем еще сегодня лежать. Еще куча времени. Друзья, самое главное, это мирное небо над головой. Все остальное можно пережить. Деньги можно заработать. Настроение можно поднять. Нюся молодец. Уже отметился красивой зеленой травки. Не хочу больше вам много рассказывать об этих ужасах. У меня есть много видео, как это было. Возможно, я в конце ролика вставлю, а возможно и нет. Зачем вам этот ужас? Наслаждайтесь нашим хорошим настроением, Мадином и Нюсильды Карловны. Первый раз хорошее настроение. По-моему, я за неделю первый раз улыбаюсь. И ты. Потому что все остальное время хотелось плакать и забиться в какой-нибудь подвал. А еще больше всего хотелось куда-нибудь уехать. Но уехать сейчас невозможно, потому что все закрыто. Вот эта полянка. В принципе, мне этот местечок очень подходит. Да. Мне кажется, здесь еще парк должен быть рядом. и люди здесь прекрасные. Уже познакомились с девушкой. Она нам рассказала, где парк, где можно отдохнуть. И что здесь в принципе более-не-менее безопасно. Найки. Найки, по-моему, нужно лечь уже и спать под кондиционером. Он уже все. Может быть, ему мою таблеточку дать? Прекрасные таблетки, должна вам заметить. Никогда не думала, что буду пить успокоительные. Ну, так вот. Ребята осваиваются. Эльфис, Найки. Эльфис, как тебе, зайчик? Эльфисончик. Эльфисончик дорогой. Волновался. Такой волновался. Куда меня везут? Что это гремит над головой у меня? Да? Котик наш любимый. Наш любимый красавец. Да. Красавец наш. Глазки. Глазки и усики. Где Найки? Где Найки? Ищи Найки. Где твоя собака? Вот и Найки. Маленькие. Еще один красавец. У Найки абсолютно нет аппетита. Он совершенно ничего не ест. Эльф. И у Эльфа, кстати, тоже нет аппетита. Я не знаю, я уже ему паштеты классные открыла его любимые. И всякие вкусности ему взяла с собой. Маленький. Маленький зайчонок. Найки, иди поешь. Маленький зайчонок. Маленький Ну, похоже, они обещали, они делают. Обещали обстрелять Тель-Авив, обстрелят. Это мы видим противоракеты. Это уже третья волна у нас сейчас. Вот пошла четвертая волна. Мы находимся перед Тель-Авивом. Если брать с южной стороны, мы видим со стороны Тель-Авива вылетают противоракеты. Где-то над нами сбивают ракеты. Тель-Авива вылетают противоракеты. Это противоракеты.